Хееееееей Здарова ребята, с вами снова я Тот, кто пытается выполнять ваши пожелания Вы очень часто просили у меня ролики по игре Вампирский маускрант к ровной линии Сыпались требования начать серию Кратко Про Но блин Кратко Про это когда я Я хоть что-то знаю про игровой объект И как бы рассказываю его о вам в стиле уверенного знатока Как с тем же Арксом допустим Но я ничего не знаю про вампирский маскарад Ни за настолки пояснить не смогу Ни за сексуальную ориентацию Лакруа В свое время мне удалось пройти первый эпизод игры И то тогда сюжет утек сквозь мои пальцы Так как я был юным чмоней А в следующий раз когда я уже стримил игру Так же ничего не понял Я решил отныне подобные серии роликов про игры Которые я вообще не знаю И понятия не имею Будут зваться ББ в ББ в The Empire Masked Bloodlines ББ в Arcanum ББ в Драгонаге Так мне будет комфортнее Начнем пожалуй с тех знаний что я имею Это вампирская бериндейка Создана печально закрытой студией Тройка Games А печально она тем что выпустила Множество игр Что были шикарные Но не доделанные Благо у их творчества есть верные фанаты Кои потом на чистом энтузиазме взяли и доделали И все еще доделают игры за них Случай с вампирами не исключение Из-за совершенно дебильных сроков разработки Неудачного времени для релиза продукта И абсолютно кретинского договора с Valve Игра не просто провалилась А обосралась Именно после этой игры студия закрылась А головняк разбежался куда глаза глядят Теперь насчет фанатов на аутсорсе Я немного поломал голову над тем какую версию игры установить Первый вариант Базовая версия Где просто убрали все баги, ошибки и прочие казусы Второй же вариант Представляет из все своеобразный Enchanted Edition Слепленный руками фанатов Они пришили обратно вырезанные Из-за недоделки квесты Локации И короче многими Эта версия считается не каноном Но я заявляю Что нет Всем самым Трушным фанатам Давно известно Что лишь фанатские Пропатченные Версии Самые настоящие Официальные версии игры А ванилки же подобные криво обрезанному шмекелю Так что выбираем Вампирский маскарад Кровные узы Точка Зачарованное издание Но перед этим я вот что скажу Opera GX это определенно лучший браузер эвер Но это было сказано давно И с того момента Ничего не изменилось Этот дивный браузер Как был моим дефолтным помощником в серфинге сети Так им и остался Чего уж не скажешь про гугл Сажу родных Сажу друзей И запью оперативкой Chrome Конечно же по ТЗ мне стоит сказать про множество возможностей Контроля потребляемости Браузером Ресурсов Вашего ПК и прочие приколы GX контролы кстати реальная вещь Но я бы больше акцентировал внимание на вещах Которыми лично я пользуюсь больше всего Начнем с малого Возможность кастомизации внешнего вида браузера Все удобно Сасно Прекрасно И уже готовые к употреблению фона Мне очень даже нравится Можно использовать свои варианты Никто не запрещает Хотя я лично предпочитаю неотвлекающую нейтральность Следующим пунктом упоминаю вшито ВПН 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 быстрый Хороший Включающийся без каких-либо дополнительных установок плагинов И прочей ереси Мне По нраву И да стоит упомянуть GX Corner Это тип страничка со всякой полезной инфой Насчет индустрии игровой Даты выхода Подробности о халявных играх И многое другое Удобно Полезно Нет комментариев с малолетними токсиками Оооопера GX Переходи по ссылке в описании под роликом Качай и балдей А если вы уже пользуетесь этим браузером Как оказалось у нас таких много То все равно по ссылке перейдите Пожалуйста Окей И вот я запускаю игру Кроссарчерк делает Шу 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 Сначала следует создать персонажа Можно пойти стандартным путем Или же ответить на вопросы Кои определят нашу судьбу Я со своей женой попытался максимально честно И точно отвечать на квестчины И итогом игра решила что мой вампирский социадип Фури бомж Поэтому давайте-ка персонажа все-таки сами создадим Окей На выбор у нас множество кланов Каким мы будем А давайте поглядим что у нас на выбор Я кстати напоминаю Что насчет игры всей этой вселенной Знаю абсолютно ничего Так что буду приснять Как я понял Внутриигровую инфу И параллельно буду обмазать все это знаниями Которые я уже заимел из интернета В игре имеется 7 доступных кланов игровых Первые два это Бруха и Гангрел Самые настоящие бойцы Кулаками и ногами А еще они по типажу Бдлота деревенская Брухи это анархисты Борцы с нынешним Вампирским режимом Просто не согласны Причем нормальные Такие не согласны Такие могут подойти И совершенно без задней мысли Сломать полицаю колени Вообще Бруху можно описать Одной единственной картиной Толпа народу Скандирующая Я личность Я не такой как все Гангрел Это тип тоже бойцы Только полные бомжи И совершенно аполитичные Их бай 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 Это танцы с внутренним гав гавачем Который то и дело берет вверх Я бы таких выходил стороной Потому что от них обычно воняет мочой А еще Потому что у Гангрел Происходят какие то мутки В стиле кармелиты В общем Гангрел Это фури цыгане Помимо бойцов У нас также есть маги Полумаги И полупокеры Тремор это такие Вампирские колдуны И вражеи Насчет их своеобразного Рождения я знаю мало Оно примерно похоже На ту дический дром из хоумстака Только вместо троллей Пожилые вампиры У Тремора Вся мощь в магии Спелы у них конечно мощняк Спорить не буду Сами они знают Разные потайные знания Но кулак промеж очей Всю эту масонскую красоту Смывает как струя из шланга Если же вам срать На магию То можете опробовать Класт Треадоров Сам клан представляет из себя Касту художников Артистов Актеров Ютуберов Стримеров И прочих проституток Треадоры наиболее Приближены к миру людей И часто с ними Карифанятся How do you do fellow человекis Если другие вампиры Людей только жрут И вообще принимают за скот То эти неформалы считают Что трахнуть еду Перед употреблением Очень даже Very very good Но если же нет желания Быть бойцом Магом Альдюсом бегалот То вполне возможно Те будут по душе Вентру Вентру это элита Сливки вампирского общества Члены этого клана Среди политиков Членов богатых семей Админов Пабликов Вахтерч По информации Основной они Чё-то типолитарных Чей своего вампиров Что повелевают другими И просто пытаются следить Чтоб все Все соблюдали вампирские законы Не полили контору Правда на деле Они не более чем Крвасисис Сласть в руках О которой они не просили Ведь все остальные кланы Вместо того Чтоб восхищаться начальником Ржут над ним за спиной Тыкают пальцем Срут по дверь И обзывают дедом Запомни Если ты Вентру То значит Именно ты виноват Во всех проблемах Вампирского общества Ага Но если же тебе Ни один из вариантов Не устроил То у меня Осталось кое-что Для ценителей Молковианы Носферату Два самых Спорных класса Ведь игра за них Немного отличается Геймплейно Начнем с Носферату Это вампиры Чей клан Особенно сильно познал Все прелести Вампирского бытия Если говорить кратко Они уроды Упыри Я точно не знаю почему Но проклятые Они так люто Вроде из-за того Что кто-то главный Из их клана Когда-то Если же говорить как есть То Носферату Это ламповые Кровососущие Бомжи Кои из-за своей внешности Ныне обитают Под городом На кладбищах И заброшках Другие кровососы Их недолюбливают Вампиры боятся Носферату Так же как мужчины Боятся кумеров Однако уродство И презрение Сделало всех Носферату Самыми настоящими Братанами Уж кто-кто Они всегда друг друга Поддержат И подставят плечо К тому же Именно Носферату Являются самыми спокойными Адекватными Иррациональными личностями Другим же вариантом Странного Отекраша Будет игра за члена Клада Малковиан Все эти вампиры Ничто иное Как определение Термина Шуе Они не просто шизоиды А альтернативно Одаренные дети космоса Ишиза Страшно велика Виды безумия Совершенно разные Ведь они могут быть Как серийными убийцами Так и двумя старпёрами Что обсуждают Всякую непонятную Обычному смертному ересь Только обычно В таких перепалках Есть одно но На самом деле Одного деда не существует А весь диалог Происходит в голове другого Чтобы максимально точно Описать геймплей за них Я лишь приведу в пример Фоллаутский руд За тупоголового Выходца из чего угодно У нас тут также Полностью изменены диалоги Но другие персонажи Вместо того чтобы нас ненавидеть Будут либо бояться Либо пытаться понять Что мы вообще несем Поскольку играл я Под наблюдением жены Выбран был персонаж Малковианский Женского пола Потому что все остальные С виду уроды и проститутки Эту вампиршу Кстати зовут Анжелика Очень крылососное имя Всем анжеликам В чатике хайкста Наконец-то На третьей странице текста Мы начинаем уже Саму игру И видим сюжет Один прекрасный день Молодая Анжелика была Разведена Сомнительным шизофреником На пожилой Нихельпихель С переходом на Welcome to the вампирский Клаб Бадди И видимо делать вампирами Людей в этом мире запрещено Вывод такой был сделан После облавы Бладхаты Клыкастым Омоном Кое использовали Парализующие осиновые колья Показано и срежиссировано Это все Конечно же Максимально всраты И в стиле молодого Уюбола Не успела Анжелика Посмаковать прелести клыкастой жизни Как оказался на вампирском суде Где по сцене Ходил некий князь Ля Круа Я же из-за его внешности Вентрушного клана Кличу лухари Он глаголит Мол А вот ходят Кукол Оглашен был князевский вердикт Виновника Натургательственно Человекам надо бы подвергнуть Спиртельному лишению Башки Особенно мне нравится Напряжение в зале После казни Все внезапно Повернулись Какому-то татарину Возможно являющимся Оппозиции Уууу какой злой Далее аристократишка Уже собирается молвить Мол Анжелику Тоже надо бы лишить головушки Потому что Ну зачем возиться С нежеланным Клыкастым подкидышем А? Как вдруг Арменко вскакивает Такой Эй Блэд Хаван Французский Ты юный матур Анцапны трогай Все залез за шушукали Шушушу И начали с хихидов любопытством Слить за реакцией Маэстро Ла Круасенко Конкретно вот тут Я уже точно не понял Что произошло После наезда Марата Князь такой взял И сказал что как раз таки Анжелку то казнить не будут Ее поставят на ноги Дадут хату Всему обучат и сделают Полноценным членом общины Вроде забыз А вроде непонятно Это он из-за бунтаря Так слабину в нашу сторону Позволил или изначально Хотел пощадить Вопрос конечно Даже не знаю Кого и благодарить То ли судьбу То ли Тоди Мадерас И вообще Тут всегда стадии вампиров Такой околополитический Цирк уродов происходит Суд оканчивается Молодой князек Отпускает юного клыкаша На все четыре стороны Игра началась Игра началась Поскольку я все-таки Раньше немного вампиров Играл скажу вам Сейчас нас тут живет Обучение А за углом Стоит локальный Диего из Готики Ахахахахахаха Ахахахаха Ахахаа Наверное Счастливый Ахахаха и даже замки с компами взламывать научат. Правда, я внимание акцентирую на совершенно другом. Во-первых, обращаю внимание, что все наши варианты отреда в диалогах полностью юродивые из-за нашей молковианской сущности. Радует реакция Джека на нашу шизу. Несмотря на то, что этот алкаш с виду самый настоящий похоренист, он проявляет заботу в отношении нас и снаряжает знаниями в этот опасный путь в сторону цирка отсталых детей Каина. Для начала Джек интересуется, пробовали ли мы пить кровь. И узнав, что нет, приходит в восторг, такой тю-тю-тю-тю-тю. Анжелика опробовала напиток со вкусом металла. Джек же потихоньку начал раскидывать перед нами колоду нынешним распорядком вещей. Вампирам быть клёво. Кожа крепкая, руки сильные, ноги быстрые, а длина жизни напрямую зависит от нашей удачи и адекватного поведения. Ведь нас также могут убить, причем не чесноком и распятием, а лучами солнца или же смачным зарядом дроби в е... Внезапно, все идет по матушке Писюше. Анжелка с Джокой замечают внезапную перестрелку между вампирскими террористами, тем самым палачом, что нашему проводнику в мир вампирского Деус-Экса отрубил башку. Джек досадно вздыхает и заявляет, Эти шпаненки члены Шабаша, а вот мистер Угабуга член Камарильи. Камарильи это государственные вампиры-мофиози, что пытаются сосуществовать с челиками, вести себя инкогнито и следят, чтобы остальные вампиры поступали абсолютно так же, соблюдали маскарад. Отсюда и название, кстати. А Шабаш, в свою очередь, делает все наоборот, они тупо кричат сожрать, бьют себя в грудь и идут убивать людей, до других вампиров. А потом внезапно приходит Угабуга и такой Welcome to the Calm Zone. И устраивает им КБТ. Нападение шабашевцев оказалось отличным поводом для усиленной подготовки. Анджелка проходит курс молодого бойца и под чутким руководством клыкастого Весемиру убивает всех и вся. Правда, все это быстро приходит к логическому концу. Мы убиваем пару людей в целях самозащиты, а маргинальный Оби-Ван Кеноби говорит, что странное время вы появились. Шабаш, комарилья, странные события. Мы типичный герой, появившийся в нужное время не в том месте. Все по канонам Игр на Сурсе. Обучение кончилось, а мы же ныне дома. Да, ах, прекрасный дом, телевизор, кухня для кукинг-стримов, облеванный ноутбук. Все идеально. Однако времени для хикований нет. Нужно батрачить и поднимать свой социальный статус. Как же здесь офигительно выглядит чил за компиком. Ох. На почте Джеллики самые разные письма. От спама по увеличению писюна до квестовых мейликов. Для начала нам советуют постучаться со связным князем Ля Круа. Связного зовут Меркурию. И как бы это не было печально, при выходе из хаты мы видим, как он на лоу-хп-шках заползает домой. Споткнулся, наверное. Мы же сейчас находимся в Санта-Монике. Такая вот начальная локация. По ауре, напоминающая дряблый анус гея Кошалота. Местные красоты мы оглядим потом. А пока что давайте же узнаем, не сдохли там Меркурию. Не перестаю ржачеславить с реакцией окружающих на молковианскую сущность Анжелики. Меркурий, превозмогая боль и пытаясь игнорировать торчащие наружу ребра, рассказывает Кровосийский о печальной судьбинушке своей. Его отправили достать бомбу под названием Астролит. Но барыги повели себя немного нечестно. Отобрали деньги и очень больно избили бедологу Меркурию. Как некоторые из вас уже догадались, на плечи нашей героини легла задача по возвращению взрывчатки. А еще по маленькой просьбе из битвы нам желательно бы найти украденные деньги, сломать бандитам жизнь и достать обезболивающих, чтобы хоть как-то смягчить нынешнее состояние. Поехали! Я, кстати, примерно помню, что-то как сейчас делать. Стаблы вроде можно раздобыть в местной поликлинике. Правда, тут параллельно с таблетками мне удалось раздобыть компромат на местного врача, что он озабоченный чермандер. И, короче, Аннежелика сострелила с него легкий бабос. А еще тут чилит деваха в предсмертном состоянии. Вроде бы ее уже не спасти. Но благо любопытной шуешке пришла в голову идея. А что бы ее нашей кровью не накормить? Вау! Блин, она ведь сработала. Девонька будет жить похлопаем. Правда, нам особого внимания не нужно. Герои не носят плащи. Так что лучше бы скорее свалить отсюда куда подальше. Теперь же ягода Анжелика идет чадовской походкой ломать физиономию и злобным гопникам, что избили бедняжку Меркурио. Они тусят над пляжем. Правда, внезапно на пути появляется... странная девушка. С ней диалог будет портом. А пока что мчим наверх. Используя цыганские фокусы, вампирша врывается в наркоманский притон и чутким взглядом сумасшедшего находит главаря, с которым ведет светские беседы. Правда, итогом стала кровавая боня с четким звуком смаченных оплеушек, но лично для меня это вообще все впервые. Хотя потому, что я до этого сразу без лишних слов порывался уничтожать всех. А тут взял, да еще и поговорил. Удивительный мир ролевых игр. Не удивлюсь, если с барыгой еще и переспать можно было бы взамен на бум-бум. Героиня обчищает хату, забирает деньги с бомбой, да идет радовать бедолагу Меркурио. Фух, ну что ж, для первого видосика вампирам хватит. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. А вы что думали? Я тут... Будем считать это пилотным пробуемым выпуском. Конечно же, игру просили не меньше, чем вангеров, но вампиры намного легче зашли, конечно же, тут не спорю. Ролик сделался легко, без напряга, а слова для текста буквально стекают с моих пальцев клавиатуру. Вот, прям слушайте. Вообще прекрасно. Кратко про будет про ролики, в которых я все прекрасно знаю. Майнкрафт, допустим. Я с удовольствием запилю вам и следующий ролик, если вы, конечно, скажем так, умаслите меня большим пальчиком. А на сегодня все, дорогие мои друзья. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok